МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...прокату со специальной опрацовкой. Гэтый проект з'является ключовым у программе модернизации БМЗ и одним из самых значных для инновационного развития краины. Под рабязностью в наших наступных выпусках. До інших тем. У большак по вековой истории Гомельского областного телебачения сегодня отбылась подея, якая вызначить его развитие на долгие годы. Региональный телеканал «Беларусь-4 Гомель» будя ориентованы галонным чином на усебаковое осветление життя нашей в области. Про все, что отбывалося в первые хвилины вяшчанне. Сюжет Олега Синцюрова. 25 вересня, 6 годин ранницы. До початка эфира я еще полгодины, але вся творчая бригада уже на своих працовных местах. Диктору Наталье Игнатенко працовать в промым эфире не в першиню, але зараз отказанность особливо высокая. Перед самым початком работы нового регионального телеканала у центрального аппаратного заходит генеральный продюсер национальной державной телерадиокомпании Кирилл Казаков. Починается отлик часу, засталось 30 секунд 20-10. О 6 годин 30 хвилин починается вещание нового регионального телеканала. «Беларусь-4 Гомель» теперь можно убажить у личбового пакета и у кабельных операторов. Запуская канал «Беларусь-4», мы рассчитываем на то, что зрители в областях будут с интересом смотреть программы, которые делаются именно у них, у них в городе, у них в регионе. Ну а что касается вообще глобальной вещи, то можно размышлять так. Белтеля радиокомпания – это большой медиахолдинг, у которого сейчас 6 каналов. Запуская региональные каналы под единой кнопкой «Беларусь-4», мы добавляем еще 5. В итоге получается, что «Белтель» радиокомпания – это компания, которая владеет 11 каналами на территории, которая называется Восточная Европа. История Гомельского телебачения почалась 58 годов тому. Первая офицейная передача вышла в эфир 31-го снежня 1957 года. Миновитая эта дата и стала днем народжения Гомельской телерадиокомпании. С того часу тут реализовали сотни проектов, которые корыстались о популярности угледачев. До речи один из их вечеринка по пятницах и стал подставой для принятия решения об открытии нового телеканала «Миновитов у пятницу». Почему бы новое хорошее дело не начать именно в пятницу? Тем более, что базовой программой нового телеканала «Беларусь-4» Гомель будет аналогичная программа «Добрый вечер, Гомель». И я надеюсь, что в этой программе будет много интересных гостей, много интересных людей, тех, которые живут рядом с нами, и им будет что рассказать. Потому что свой канал мы запускали прежде всего для жителей всей области. Телерадиокомпания «Гомель» мы работаем для вас. Открытие нового регионального телеканала – логичный протяг у всей попередней деятельности телерадиокомпании «Гомель». За почние годы тут створена добрая вытворчая база, а ли у себя вещание обмежевывалось у основном неколькими годинами на канале «Беларусь-2». Теперь глядочам пропонуют широк новых проектов – социально-экономичной, культурной, спортивной и правоохранной тематики. А в прочатах у сетку плануется включать ток-шоу с компетентными специалистами и промыть телевизийные трансляции массовых мероприемств. Всегда рождение – это, конечно, появление чего-то или кого-то нового. Сегодня Гомельская область получает совершенно великолепный подарок, который, я буду уверена, в том, что гомельские зрители оценят по достоинству. Потому что те программы, которые сегодня идут с гомельского телевидения, конечно же, востребованы нашим зрителям. И думаю, то, что сегодня рождение нового канала «Беларусь-4» Гомель станет достойным подарком для гомельчан, жителей всей Гомельщины и, конечно, гостей нашего региона. Сирот проекту, который уже реализуется «Добрый вечер, Гомель» в годинной программе размываны актуальные темы и знакомства с разными людьми – наставниками, медиками, мастаками, артистами. В перспективе для дачи убачить так само программу для детей и доведуются, чем живет каждый регион Гомельщины. В уголе есть все подставы стверждать, что на телеканале «Беларусь-4» Гомель будет шмат интересного. «Беларусь-4» Гомель – это 17 годин студентного эфира. Уже сейчас у распространства находится около 10 региональных проектов, плюс 6 информационных выпусков на протягу этого дня. Усёб «Житие региона» теперь на новом канале. Олексин Цюров, Евгений Накеенко, телерадокомпания «Гомель». У Беларуси протягивается агитационная кампания кандидатов у президенты. На этом тыдне проходят их выступления у телеэфиры. Сегодня на телеканале «Беларусь-1» заплановано выступление Сергея Гайдукевича. Початок в 19.30. Протягиваем выпуск. Черговая телефонная размова с жихарами региона у похвалючих их пытаньях отбудется завтра. Протставники выканавчей улады проведут прямые линии. С 9 до 12 годин звороты громадян будет принимать старшиня Гомельского областного совета депутатов Олег Леонидович Борисенко. Нумер телефона у Гомеля – 75 12 37. Параллельно прямую линию проведет наместник старшини Гомельского Гарвы Конкама Сергей Анатольевич Радюк. Звонков от жихаров областного центра чекают по номерам 75 18 54. Як и завсёды по субботах, прямые линии будут организованы так само у районных администрациях и райвы Конкамах. Кожный опошний месяц квартала белорусская чигунка проводит один и день пассажира. Заходя на вокзале з'является отповедная информация. Пассажиры, которые часто корыстаются чигуночным транспортом, приходят на такие встречи со своими проблемами и пропановами. Керовниство Гомельского отделения белорусской чигунки меркой, что такое взаимодействие не заусюда эффективное. Уличить все нюансы у организации пассажирских перевозок самим немогчимо. Кожная заява подчас встречи фиксуется, пропрацовывается и по могчимости выращается. Например, Джихарка Житковича у Ганна Лой у Гомель вымушена проезжать часто. Из этого возникают складанности. Техник Гродна Гомель имеет только плацкартные вагоны. Билет треба набывать за два тыдни до поездки. Коли ж ехать треба терминова, то билета у кассы уже не застается. Прычапный вагон с сидячими местами. Таким бачить в решении своей проблемы жанчина. Чигуночники обещают просьбу задоволить. В Международный день миру в Гомельской области на свет явилось 65 детей. В Гомеле 37. Новоспеченных гомельчан и их мать повиншевали активисты областного отделения Белорусского фонда миру. И они наведали три родильных отделения и областный роддом. Под обязанностью в наступном сюжете. Добраченная акция «Дитя миру» была заснованная 9 годов тому. Подчастный статус присвоивается всем новонароченным, которые изъявились на свет 21 вересня. Посвящение «Дятей миру» отримывают мать маленьких гомельчан. А еще кветки и материальную допомогу у померы 500 тысяч рублей. В масштабах в области на проведение акции все лета накировано 34 миллионы. Задача, какая цель? Ну, во-первых, чтобы, когда дети подрастут, мы им же выдаем свидетельство, они знали, что они дитя мира. И этим самым они себя будут и лучше вести, и лучше учиться, и так далее, и так далее. А когда станут взрослыми, конечно, они же будут делать все, чтобы действительно был мир, дружба между, во-первых, там, где они живут, и в целом на планете. Это несколько обязывает. Конечно, мы не решим этим вопросом полностью, но какую-то энную долю мы будем способствовать вот именно миролюбию, которое должно быть среди людей. На супер-прогнозы Мурат Шоу Семен заявился на свет к рыху ранее, как раз 21 вересня, и отримал статус «Дитя миру». Ребенок по счету первый, долгожданный. Большое спасибо за помощь. Деньги, наверное, потратим на пленки, распашонки. В целом, за годы проведения акции, международные свята на Гомельщине народились и отримали миротворческое посвящение 397 детей. Особливо уроджайным и ПНУ Семенавита 2015-й. Статус «Дитя миру» в области отримали 65 новонародженных. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». И на этом выпуск завершенный. У студии працывала Наталья Игнатенко. Усяго вам доброго и до новых встреч у эфиры.